Павел Ибрагимов. Этого молодого специалиста Северского дробного завода знают сегодня далеко за пределами градообразующего предприятия. Он участник различных корпоративных и профильных конференций, с которых практически всегда возвращается с победой. Признается, секрет это вопрос. Он влюблен в свою профессию. Любовь к профессии родилась, наверное, все-таки к концу пятого курса, потому что на третьем курсе я еще не понимал многих подводных камней. А когда я закончил пятый курс, пришел уже на работу в 2010 году, уже заключил договор с Северским дробным заводом. И тогда, так скажем, меня в омут с головой во все тяжкие. Не знаю, как это звучит правильно или неправильно. И профессия понравилась, и начал работать, развиваться. До сих пор здесь. О том, что станет металлургом, Павел решил еще в школе. Друзья, сейчас это коллеги, рассказали о такой профессии, как обработка металлов давлением. Заинтересовали. С местом учебы маленький Павлик определился еще в детском саду. Увидел УГТУП, сказал маме, здесь я буду учиться. Родители поддержали сына. С местом практики долго не выбирал. Остановился на самом надежном и перспективном заводе. Выбор профессии был достаточно простой. На третьем курсе по распределению, когда у нас была практика производственная, я приехал на Северский трубный завод. И тогда Бубин Юрий Григорьевич и Долмачев Виктор Степанович определили меня в трубопрокатную лабораторию на практику, на лето. Ну и получается с третьего курса каждое лето я работал в этой трубопрокатной лаборатории. Ну сколько уже получается лет? Ну с 2008 года. С этого момента жизнь Павла приобрела другие краски. Знания, которые он получал в стенах завода трубопрокатного цеха, увлекли его все дальше и дальше в глубины металлургии. Уже через 4 месяца работы он защищал свой первый доклад на корпоративно-научно-практической конференции. А в 2014 году стал победителем НПК среди молодых специалистов трубной металлургической компании. На самом деле тут и коллектив, и работа, это все взаимосвязано, это никак нельзя разделить. Соответственно я работаю в научно-исследовательском центре, наука это вот моя жизнь. Мы занимаемся этим, мы развиваем. Соответственно я работая развиваюсь, то есть это взаимоисключающие понятия. То есть я и нахожу и время и на свои проекты, и как говорится на текучку. То есть это достаточно сложно совмещать, но пока получается, я считаю, что достаточно успешно. То есть мы развиваемся не только в тех направлениях, которые нужны нашему предприятию, но и в те направления, которые, так скажем, важны в рамках компании. Сегодня за плечами Павла десяток проектов. Что-то уже применяется на производстве, что-то ждет своего часа. В прошедшем году Павла признали человеком года среди молодых сотрудников Северского трубного завода. Он участвовал в запуске непрерывного стана в ТПЦ-1. Все это впечатление, эмоции, знания. Все это дает ему любимая работа на Северском трубном заводе. Это очень интересно, это бесценный опыт в моей жизни. И, соответственно, мы до сих пор понимаем, развиваемся. То есть мы еще не до конца поняли эту технологию. Возможно, где-то нам недорассказали, возможно, где-то мы недослушали, но на опыте мы все равно это дойдем, поймем и сделаем так, чтобы данное производство стало так же, как и электростайлоплавильный цех наш, лучшим в мире, точнее, одним из лучших в мире. Ну и будем стремиться, конечно, к тому, чтобы это было лучшее производство, и все к нам ездили, смотрели на него. Еще один бонус, который Павел Ибрагимов получил от своего работодателя, это, конечно же, личное общение с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Во время пуска стана, признается, волновался ужасно. После того, как мы поздоровались с Дмитрием Анатольевичем, начали общаться, это изумительный человек, он располагает к себе, позволяет просто снять напряжение, и общение проходило вот как в дружеской обстановке, просто на равных. Вот это мне очень сильно понравилось, то есть нервозность пропала буквально с первых минут общения. То есть уже перестал нервничать, держался спокойно, и, в принципе, хорошо пообщались, даже посмеялись, пошутили, постояли. Сегодня же молодой инженер Северского трубного завода Павел Ибрагимов занят написанием новой работы – кандидатской. Естественно, тема связана с производством Северского трубного завода. В этом новом начинании Павла поддерживают коллеги и руководство завода. Они заинтересованы в том, чтобы их персонал развивался. Нас даже, помню, освобождали от работы, чтобы мы занимались по кандидатским минимумам, сдавали их. То есть наше руководство полностью поддерживает не только молодых сотрудников, но и, в принципе, всех сотрудников, которые готовы развиваться. А конференции – это такая достаточно хорошая традиция, по-другому я назвать ее не могу и не буду. Действительно отличная традиция, которая позволяет заявить молодым специалистам о себе, показать свои идеи и донести их до высшего руководства. Молодым же металлургам, только что пришедшим на завод, Павел советует быть настойчивыми, инициативными, уметь ставить цели и добиваться их. На Северском трубном это приветствуют. Все-таки не стесняться общаться как с высшим руководством, так и с коллегами, потому что многие, кто новый приходит, они все-таки зажаты, стесняются, стараются через свое непосредственное руководство решить какие-то моменты, которые лучше прийти и решить самому, познакомиться со всеми, наладить связи. И это в дальнейшем очень сильно поможет. Меня так научили, когда я пришел, мне просто окунули, говорят, иди туда и договаривайся. И это было вплоть до начальника цехов, и не только трубопрокатного, а электросталеплавильного цеха. То есть приходилось решать проблему прямо на ходу. То есть не нужно бояться, нужно просто брать и делать. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости Полевского.